привет друзья меня зовут виталий и это очередной выпуск блога часах я затрону довольно интересную тему которая последнее время волнует многих интересует многих именно какие модели rolex могут вырасти в цене 2021 году я поделюсь с вами моими мыслями касаемо этой темы какие модели растут цене обычно эта тема те модели которые были сняты с производства снимаются с производства те модели которые модернизировались которые получали новые механизмы и были воплощены новые модели какие модели еще остались в линейке rolex в которых стоят легендарные проверенные временем механизмы но это все же уже механизмы можно сказать предыдущего поколения именно механизмы 31 32 который стоит первым экспорером 3187 который стоит во втором экспорере и 3131 который представлен rolex air king и milgauss что происходит во время такого обновления будет безусловно представлен новый механизм с большим запасом хода и будут также сделаны внешние изменения в дизайне для того чтобы предыдущая модель не совсем пересекалась своим внешним видом с новой моделью для того чтобы сделать предыдущую модель каким-то образом уникальной в каком-то аспекте своего дизайна и тем самым сделать ее интересной для коллекционеров и так как я уже сказал осталось четыре модели которые стоят следующими в очереди на модернизацию это первый explorer это второй explorer это milgauss и rolex air king ходит довольно большое количество слухов о том что 2021 году rolex первую очередь обновит модель explorer 2 и может быть даже представит ее с керамическим безелем это безусловно может произойти если это произойдет я думаю это будет не совсем на руку потому что как раз таки стальной без и хоть он и легко царапается но это некая изюминка данной модели которая была вместе с ней с самого начала хотя если так посмотреть то дайтона не исключение стальной без и точно также был у нее самого начала но как мы видим новые модели получили керамический без и еще в 2019 году ходили слухи о том что rolex представит обновленную обновленный milgauss не просто обновленный milgauss а он вернется так как говорится back to the roots и представит его в первом обличии в котором он выходил а именно с вращающимся безелем если rolex такое сделает это безусловно будет одна из самых горячих моделей на рынке и тем самым milgauss и если это произойдет milgauss в своем предыдущем обличии станут довольно довольно желанными в многих коллекциях потому что таких milgauss уже вообще не будут не будет выпускаться они будут полностью уникальными не то что не будут в чем-то пересекаться во внешнем виде с новой моделью не будут полностью другие в таком случае безусловно milgauss будут очень востребованы сейчас представлены две разные модели milgauss черным циферблатом и синим так называемым z blue раньше была еще белая версия с белым циферблатом который сейчас уже не выпускается за последние несколько лет она выросла в цене если еще года три назад ее можно было найти в полном сете в довольно хорошем состоянии за пять с половиной тысяч евро то сейчас ее предлагают за семь с половиной тире восемь следующими по популярности идут версия с синим циферблатом на вторичном рынке она стоит дороже чем ее официальная цена и версия с черным циферблатом ее можно найти дешевле даже несмотря на то что на нее стоит очередь она не настолько востребована на вторичном рынке как например с белым циферблатом или же синим циферблатом следующая интересная тема которая также она уже довольно часто затрагивалась и ходят очень много слухов касаемо этой модели это ролик скинг который является в своем роде братом близнецом ролик смел гаус потому что они делят на двоих один и тот же корпус они до тот же механизм одну и ту же защиту магнитную защиту безловно отличаются стрелки циферблат сапфировое стекло точно также отличается полировка на корпусе и на браслете но тем не менее его думаю можно назвать эту модель братом-близнецом модели милгаус это первая модель в обновленной линейке эркинг и она также должна когда-то получить обновление многие говорили что она будет представлена с белым циферблатом с новым механизмом но если ролик с эркинг будет представлен в обновленной версии с белым циферблатом и с новым механизмом то я думаю предыдущая версия будет полностью снята с производства и у нас будет тогда только лишь новая модель с белым циферблатом если такое произойдет то предыдущая версия то есть актуальная версия на данный момент в цене я думаю взлетит потому что она будет единственная своему роде и особенно если rolex не сохранит надпись и логотип то зеленую надпись и желтый логотип если rolex новой модели это не сохранит то безусловно предыдущая модель просто невероятно взлетит цене как раз таки благодаря этой небольшой особенности у нас осталась модель это первый explorer который в принципе в своем дизайне независимо от не считая отличий в диаметре и небольших отличий например то что за последние годы смертная стрелка стала длиннее и добавился люм на метки на циферблате то в принципе в своем дизайне он оставался неизменным и это и понятно потому что это iconic модель и тем самым именно своим дизайном неизменным дизайном она привлекает такое большое количество внимания но и он стоит следующим на очереди в этой очереди на модернизацию что произойдет с предыдущей моделью когда выйдет новая модель и сейчас-то мне довольно сложно сказать потому что эта модель принципе в последние годы всегда была довольно стабильно она стоила примерно столько же сколько и стоила на официального дилера сейчас немножко дороже потому что на него все равно стоит очередь все зависит от того в каком обличии она представит как обновленная версия если она будет точно такая же может быть она поговаривают что она выйдет в размере не 39 миллиметров а 40 миллиметров но во внешнем виде она останется такая же если так и произойдет то я думаю предыдущая версия принципе останется в таком же ценовом диапазоне как и сейчас я не вижу никаких предпосылок для того чтобы она сильно выросла в цене еще ходят слухи о том что может быть некоторых из этих моделей rolex представит микро настройки в застежке это безусловно было бы огромным плюсом потому что они очень сильно облегчают жизнь для повседневной носки часов так как их можно несколько раз в день подстраивать под свое запястье еще чуть не забыл касаемо explorer 2 мне задавали вопрос что я думаю насчет этой модели и вырастет ли на нее цена на вторичном рынке после того как старая модель будет снята с производства и будет представлена новая модель с новым механизмом я думаю здесь будет такая же история как и с первым explorer в принципе несмотря на то что цена на второй explorer за последние несколько лет выросла примерно на 1000 евро на вторичном рынке но она остановилась на этом уровне и в принципе как не падает так и не растет принципе довольно стабильно я думаю что даже после того как предыдущую модель актуальную модель сниму с производства и будут будет представлена новая модель цена на актуальную модель останется на этом уровне может быть она на несколько процентов вырастет но я не думаю что она улетит в космос как это случилось некоторыми моделями submariner и с моделями дайтона даже актуальными моделями дайтона или актуальными моделями пепси не знаю особых предпосылок я этому не вижу потому что как раз таки из-за размеров 42 миллиметра модель не особо популярна. Ну, была, по крайней мере. Даже сейчас на нее стоит очередь, потому что, в принципе, размели абсолютно все и размели даже те модели, которые были непопулярны. По многочисленным просьбам затрону некоторые модели, которые уже были обновлены, либо уже были сняты с производства. Одна из моделей, которой обещают довольно стабильный рост в цене, это зеленая модель Submariner, а именно Hulk. Я обязательно в описании прикреплю линк на видео от ресурса Chrono24, где они дают пример пяти различным моделям, которые, по их мнению, будут набирать в цене в 2021 году. Там присутствует модель Hulk. В принципе, после того, как появилась новость о том, что Hulk снят с производства, средняя цена с 14 тысяч евро скаканула до 18. 18,5. Это средняя цена. Потому что, в принципе, модель в зависимости от состояния, сейчас можно найти на рынке от 16 тысяч, мы говорим только лишь про полный сет со всеми документами, от 16 тысяч и до 24 в полном сете, в заклеенном варианте. Но 24 это, безусловно, очень большая сумма. Но даже несмотря на то, что это просто заоблачные деньги, они покупаются. И, как я понимаю, они покупаются либо дилерами, которые их покупают и полностью убирают с рынка, кладут в сейф на несколько следующих десятилетий, потом они достанут полностью новые заклеенные, продадут их за 100-150. Либо, может быть, действительно покупают люди, которые частные коллекционеры, которые, в принципе, я думаю, сделают точно так же. Они положат их в сейф. Но, тем не менее, факт остается фактом. Действительно, эта модель сейчас уходит за довольно высокие и большие суммы. Даже несмотря на то, что Халка была выпущена довольно много. Проблема сейчас в последнее время становится не то, чтобы найти Халк, а найти Халк в идеальном состоянии, который можно рассматривать как инвестицию. Потому что, как раз таки из-за того, что в первые несколько лет после того, как Халк был представлен, он не был таким дефицитом, в который он превратился в следующие несколько лет. И его активно носили. Поэтому сейчас на рынке очень много моделей Халк, которые либо с видимыми следами ношения, либо же их уже несколько раз полировали, уже миллион раз продавали, перепродавали. Поэтому, как раз таки, повторюсь, проблема сейчас найти в идеальном варианте. Модель Бэтмен на браслете Ойста остановилась на том же уровне, на котором она и была еще год назад. Это примерно 13,5-14 тысяч евро. И, в принципе, многие говорили, что Бэтмен на Джибели Брейсет не будет так популярен, как Бэтмен на Ойста Брейсет. Но, в принципе, сейчас я наблюдаю такую тенденцию, что как раз таки Бэтмен на Джибели Брейсет более популярен. И я вижу, что людям не так уж и легко продать Бэтмен на Ойста Брейсет. Но это, опять же, вопрос цены. В принципе, средняя цена сейчас составляет от 13 до 15 тысяч евро. Супер-варианты стоят в районе 16-17 тысяч евро. И завершает этот список, безусловно, модель Дайтона. Как и раньше, одними из самых горячих, желанных и востребованных моделей на рынке являются стальные версии с керамическим безелем. Их невероятно сложно получить. У официального дилера про них даже не стоит заикаться, потому что там не то чтобы очередь стоит на 10 лет, в нее уже невозможно попасть. И даже невозможно на эту тему с официальным дилером начать разговор или какие-то negotiations, как говорят американцы. Поэтому эти модели находятся в диапазоне с черным циферблатом от 20 тысяч до 23 тысяч в идеальном состоянии. Можно найти за 18-19, но это уже с видимыми следами ношения. И с белым циферблатом находятся от 20 до 27 тысяч в зависимости от состояния. Полностью заклеенные, со всеми документами я видел самое максимальное, это 27 тысяч, но та сумма, за которую они уходят, это как раз таки 22, 21, 22, 23 тысячи в зависимости от состояния. А что вы думаете касаемо этой темы? Обязательно напишите в комментариях. А на этом на сегодня все. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...